Девушки отдыхают В ролях Элиса Искамес, Милдред Кивес, Пабло Мартин и другие. Девушки отдыхают Композитор Давид Монторо Продюсер Виктор Фернандес Режиссер Хосе Алкалде Предупреди Хисуса Феррера. Он знает, кто виноват в аварии. Он единственный, кто может доказать мою непричастность к ней. Я выясню, Диаманта, кем вы хотите пожертвовать. И не дам навлечь тебе беду на невиновного и его семью. Не лезь не в свое дело, Хисус. Все, что ты скажешь или сделаешь, может навредить мне. А я не одна. Тебе придется иметь дело еще и с Элоэм. Ты пропала, когда связалась с этим типом. Это был твой худший ход. Потому что Пио никогда ему не доверял. Элоэ не способен руководить его империей. Ты сам роешь себе яму, когда противишься моим решениям. В конце концов, дяде понравилось, как Элоэ все устроил. Ему необходим виновный, на которого можно все свалить. Извините, что я вас перебиваю, но в литейном цехе серьезная проблема. Не вышел на работу сменный мастер и некому отдавать распоряжение. Не может быть. Это так, Хисус. Тебе ведь хотелось узнать это. Убийца Каруачи и саботажник, которого мы отправили в тюрьму, начальник литейного цеха. Ориноко Фуэго. У меня нет никаких заявлений. Как начальник литейного цеха я действовал по правилам. В день, когда произошел взрыв, я пытался предотвратить его и отстранил Каруачи от работы печи. Для подобной работы он был не слишком стар. Он прекрасно знал свое дело. Но у него не было специальных знаний. Он ведь попал на завод по протекции. Ты его давно знал? Я познакомился с ним недавно и ничего не знал ни о нем, ни о его семье. Повторяю, я пытался предотвратить аварию. Ты знал, что печь неисправна. Однако никому не сообщил об этом. Я сообщил. Я отправил свои докладные, но затем они исчезли из моего архива. Какое совпадение? Пропали те докладные, которые ты направил в руководство. Спросите у Элоэ Кардоса. Он занимался расследованием. И Хисус Феррер, управляющий, он также может подтвердить мою невиновность. Тебе не помогут ни Кардоса, ни Феррер. Именно они обвинили тебя во всем. Лансарота, пожалуйста, пойди на комбинат. Попроси помощи у рабочих. Скажи, что это ошибка. Арест моего сына. Не думаю, сеньора Невис, что это что-нибудь даст. Ореноко хороший работник. Он никогда не пренебрегал своими обязанностями. Его начальники знают это и должны его защитить. С тех пор, как появился этот выскочка, Хисус Феррер, у Ареноко на заводе все пошло из рук вон плохо. О чем ты говоришь? Да, он даже обвинил его в смерти Каравачи Даль Рио. Хотя собственными глазами видел, как Ареноко полез в печь, чтобы спасти старика. О, Боже, это неправда, Лансарота. Самое плохое, что шеф тоже положил глаз на лавизну. Послушайте, Хисус Феррер настоящее проклятие для вашего сына. Нет. Не плачьте, сеньора Невис. Нет. Надо что-то делать. Я хочу поговорить с Ареноко. Я хочу увидеть своего сына. Не ты, ни кто-либо другой не сможет уничтожить Ареноко. Я вам не позволю. Мой дядя приказал Элое подключить к этому делу полицию. Именно он хочет, чтобы закон по всей строгости обрушился на злоумышленника. Дон Пьеву попался на ваши уловки. И даже если мне придется выступить против его распоряжения, я все равно отзову все обвинения против Ареноко. И ты сейчас поедешь со мной в комиссариат. Ты с ума сошел? Что с тобой? Тогда кто угодно скажет, что ты имеешь отношение к этому злоумышленнику. Я не могу причинить вреда Ареноко. И что ты сделаешь? Заявишь в полицию, что ты был заинтересован в аварии? Или будешь замалчивать свою вину и все свалишь на меня? Кто, черт побери, этот несчастный, из-за которого ты против меня? Почему он так важен для тебя? Он не виновен, Диаманта. А я твоя женщина. И ты хочешь меня оставить не только из-за Элое. Здесь замешана эта боссячка, которую ты взял на работу. Вы виноваты в аресте Ареноко. И вы мне ответите за все, Хисус Феррер. Где мы? Папа, пожалуйста, ответь мне. Скажи, что это за место? Папа, ради бога, куда ты меня привез? Папа, ответь мне, где мы? Давай, выходи из машины. Нет, не выйду. И не кричи здесь. Пошли. Папа, мне страшно. Давай же, идем, Сарбахи. Я не хочу. Только без слез. Идем, не горчи меня еще. Больше. Папа, я клянусь, что никогда больше не буду расстраивать тебя. Пожалуйста. Это теперь будет твоим домом. Нет, папа, я не хочу здесь оставаться. Не хочу. Папа, пожалуйста. Закрой рот, Сарбахи. Папа, здесь никого нет. Должно быть это заброшенное усадь. Замолчи. Папа, папа, я не хочу. Куда ты меня ведешь? Папа. Я не хочу туда. Оттуда выползет змея, папа. Ради бога, уйдем отсюда. Здравствуйте. Я Гольберта Симон Патиньо. А это моя дочь Сарбахи Кальяо. Нас должны ждать. Кто вы? Что это за место? Монастырь. Здесь из тебя сделают порядочную женщину. Нет, папа, я не хочу здесь оставаться. Нет. Я заявлю на Гуаси Патти. Но ты же не уверена в том, что он похитил Сальвахи. А чего я должна ждать? Чтобы потом все узнать из газет? Мне сложнее ситуацию, пожалуйста. Хватит нам того, что арестовали Оренока. Но Сальвахи исчезла. Наверняка ее отец узнал о ваших делишках с этим гринго. Ты мне сама рассказывала. Он увез свою дочь. Сальвахи совершеннолетняя. И может делать все, что хочет. У него нет прав распоряжаться ее жизнью. Он держал ее в заперти на воде и хлебе. Он ее отец в Бабелонии. И если он разозлился на нее из-за истории с гринго, виновата в этом ты. Я вас предупреждала. Эта затея с модельным бизнесом ни к чему хорошему не приведет. Меня не пустили, Кореноку. Хуан Пиринчо, беги в бар в Сапуаро. Если моя крестная там, скажи ей, чтобы она поспешила сюда. Все, что случилось с Ориноком, так несправедливо. Мы это знаем. Его друзья, его семья, но не Хисус Ферре. Я еще раз вам повторяю, этот тип кроется за всем этим. Кто знает, может быть, он пытается убрать его со своего пути, чтобы ему досталась ловизна. Конкорди, пожалуйста, не оставляй Ориноком. Что вы собираетесь делать, сеньор Невис? Решите эту проблему раз и навсегда. Моему Ориноком никто не испортит жизнь. Мой сын в тюрьме не останется. Пойдем мы в кабинет ловизны. Там мы все решим. Все можно решить только в комиссариате. Когда мы поможем Ориноку выйти оттуда, он не виновен. Он не убивал крестного. Хисус дает тебе такую возможность остаться с ним наедине. Разве ты этого не хочешь? Диаманте. У меня, сеньора, есть жених, человек, которого я люблю и уважаю. И который, я в этом уверена, не знает, что, когда его нет рядом, ты залезаешь в машину к управляющему этим комбинатом. Летимерка, карьеристка. Все, хватит. Что тебя связывает с этой нахалкой? Скажи. Скажи мне об этом в присутствии ее. Послушайте, вы все неправильно понимаете. Конечно, с тех пор, как ты с разрешения этого сеньора запросто заходишь в управление, для меня здесь уже не осталось места. Ни офиса, ни кабинета. Только комарка, комнатушка для служащих, где я должна работать. Иисус, научи ее пользоваться духами, от нее воняет. Очень противно. Нахалка. Оставьте ее, не будем терять времени. Единственное, что сейчас имеет для меня значение, это Ореноко. Говори помедленнее, Хуан Перинчо, я ничего не понимаю. Я хочу пить. Наиболу и я видели полицейских, которые забрали Ореноко. Конкордия попросила нас предупредить об этом сеньору Морванту. Что случилось, Хуан Перинчо? Крестные, мы должны пойти в полицейский участок. Похоже, Ореноко арестовали, когда он отсюда вышел. Еще одна проблема. Боже мой, где Пино, там трагедия. Он несчастье, от которого нельзя спрятаться. Морванта приехала, чтобы бросить мне вызов. Эта женщина меня все больше интересует. Если эта женщина появилась здесь, значит, она покорилась. Она не захотела рассказать мне о внуке Крвачи. Она знает мальчишку и дорого заплатит за то, что соврала мне. Если прикажете, я все разузнаю. Сеньор. Слабое место Морванта и ее дочь. Ага. Я использую эту девчонку. С ее помощью я смогу укротить Морванту. Следующий ход будет против Лавизны. Это ты, Чино Рестряпо? Тот, кто подбрасывает уголек в аду. Ты хочешь, чтобы тебе помогли выйти отсюда? Еще бы. И готов заплатить за это? Но чтобы работа была чистой. Без шума. Сегодня сюда посадят рабочего. Ориноко Фуэго. Его надо убрать. Ориноко! Его ведут! Шагай. Шевелись. Конкордия, меня ведут в тюрьму. Предупреди маму и Лавизну. Это несправедливо, Ориноко. Послушайте, обвиняемый имеет право на защиту. Вы должны задерживать его по правилам. Конкордия, сделай должение. Найди Лавизну. И скажи, что я люблю ее. Сеньора, это обвиняемый Ориноко Фуэго. Ты? Из моего офиса не поступало никаких распоряжений об аресте Ориноко. Обвинение выдвинуло службу безопасности. Но вы должны были знать об этом. Разве вы не главный управляющий? Я задействую всех своих адвокатов, чтобы защитить его. Я постараюсь отозвать все обвинения. Ничего не обещайте, инженер. Действуйте. Идемте в участок. Вы вместе? Сеньора Невис. Лавизна, за что? Я ничего не сделала, сеньора Невис. Ориноко арестован. Его обвиняют во всех смертных грехах, а вы оба здесь. Вы здесь обнимаетесь? Это Ориноко попросил меня найти инженера, чтобы все еще больше запутать, посеять раздор. Теперь я понимаю, почему арестовали моего сына. Понимаю, почему вы обвинили его в преступлении, которого он не совершал. Не ошибаетесь, не я, не Лавизна, в этом не виноваты. Сеньора, с вашего позволения, я вас провожу. Кого надо вывезти отсюда, так это ее. От нее одни проблемы. Пожалуйста, сеньора Невис. Ты приносишь нам одни неприятности. Держись от нас подальше. Не причиняй нам больше зла, уходи. Лавизна, подожди. Оставь ее. Или она тебе важнее, чем твой брат? Злоумышленник, это ты? Начальник цеха, которого обвиняют в саботаже и убийстве. Ориноко Фуэго. Не задерживайся, пошли. Вперед. Ты не виновен, Ориноко. Давай, давай. Ориноко впутали в эту историю, но он не виновен. Он пытался спасти старику жизнь. Мы все этому сверетили. Его уводят? Скажите им правду, пожалуйста. Пусти меня. Заберите обвинение против Ориноко. Не проси ее ни о чем. Разве ты не веришь, что она за птица? Послушайте, хорошенько изучите обвинение против Оринока. Потому что если он не виновен, комбинат за это дорого заплатит. Мы выдвинем встречный иск. Я представлю дирекцию комбината. Диаманта Фалькон, племянница короля Металла. Не увозите пока Ориноко. Я должна с ним поговорить. Это необходимо. Пожалуйста. Все женщины одинаковы. Лавизна такая же бунтарка, как и Мруанта. Но я смогу ее укротить. Мне бы хотелось устроить этой девчонке какую-нибудь гадость. Задать ей хорошую трепку. Нет, Монтека. Лавизна нужна мне для того, чтобы выведать у Мруанта ее тайну. А если я с ней поступлю плохо, она не заговорит. Мы должны действовать по-другому. Я бы мог провернуть это, делиться без шума. То, что я задумал, это не для тебя, Монтеку. Я вас никогда не подводил, доктор. Это сделает Хисус. У него хватит способностей и хитрости, того, чего не хватает тебе. Не зря же он учился, чтобы быть тем, кем стал сейчас. Хорошо, я только хотел предложить свои услуги. Хисус сможет завоевать ее. Он приведет ее в дом, и когда она окажется в наших руках, все будет намного проще. В любом случае, рассчитывайте на меня. Больше, чем на кого-либо другого. Не стоит тебе соперничать с Хисусом. Между вами большая разница. Согласись. Отвези меня на комбинат. Ориноко нуждается в помощи брата. Ты единственный, кто может поручиться за него. Или тебе важнее эта девчонка? Лавизна пришла сюда из-за Ориноко, а не ради меня. И вы, в общем-то, не злая женщина, ударили ее без всякой причины. Лавизна посягает на самое святое, что есть в моей жизни, на моих сыновей, на тебя и Ориноко. Ориноко ей нравится. А у тебя глаза горят, когда ты на нее смотришь. Не отрицай этого. Ты заинтересовался дочкой Мурланты, и поэтому Ориноко оказался в тюрьме. Ориноко в тюрьме по другой причине. По какой? Назови ее. Не могу. Только прошу вас, мама, доверять мне. Не прячь глаза. Посмотри на меня. Корони. Мама, у меня есть свои обязанности. У меня сложное положение. Есть вещи, которые я, как преданный своему хозяину человек, должен скрывать. Преданным ты должен быть мне и своему брату. Я тебя родила. Я первая показала тебе самое прекрасное, что есть в этом мире, в этой жизни. Не заставляйте меня страдать, мама. Я подарила тебе этот мир. И хотя благодаря другим ты стал мужчиной, я не хочу думать, что ты отказался от всего, что я заронила в твое сердце. Вам стыдно за то, кем я стал? Не сомневайтесь во мне, мама. Не обвиняйте меня в том, что произошло с Ореноко. Мне больно думать, что тебя ничто не остановит, Иисус. О чем вы говорите, мама? Даже рабочие друзья Оренока говорят об этом. Ты обвинил его в смерти Круачи Дель Рио. Нет, мама, нет. Тебе нужна ловизна, и поэтому твой брат в тюрьме. Ловизна. Ореноко арестован, Луис. И что? И за что? Его обвиняют в смерти моего крестного. Полиция его забрала утром, когда он зашел за мной. Потом начался весь этот кошмар, оскорбление, дурное обращение, тюрьма. Где он? Пойдем туда. Тебя к нему не пустят. Он попросил меня помочь доказать его невиновность, чтобы я нашла Иисуса Феррера. Шеф ему не поможет. С самого начала он стал обвинять его в смерти Круачи. Я тоже не доверяю инженеру. Хотя он и обещал помочь. Только мы верим в Ореноко. Мы должны защитить его. Это так, но что мы можем сделать? Организовать рабочих и заставить руководство комбината с помощью адвокатов помочь Ореноко. Я не успокоюсь, пока Ореноко не выйдет из тюрьмы. Подождите, не уводите его. Ореноко. Синьори, то у вас пять минут на разговор с арестованным. Я не знала, что ты Ореноко Фуэго. Меня хотят заставить отвечать за преступление, которого я не совершал. Почему ты не назвал себя? Я бы тебе помогла. Из-за того, что я выручил вас и подвез на машине? В ваших глазах этот случай делает меня невиновным? Ореноко. Случайная встреча двух незнакомых людей недостаточно оснований для того, чтобы вы перестали верить в мою вину. Я все могла бы изменить. Слово «могла» мне уже не поможет. Если вы хотите помочь мне, поговорите с Иисусом Феррером. Он знает, кто должен за это отвечать. Все мне это извините. Ваше время истекло. Поехали. Я не виновен. Рано или поздно все узнают правду. Боль вам застилает глаза. Я не карьерист, мама, для которого самое главное его желание. Моя боль слишком глубока. Один сын в тюрьме. Другой как никогда далек от своей матери. Мне тоже больно из-за того, что произошло с Ореноко. Вы должны мне верить. Я бы хотела тебе верить, сынок. Но ведь тебе нравится та же женщина, которую любит он. Я этого не отрицаю, мама. Мне нравится ловизна, и я буду бороться за нее. Но как мужчина. Без всяких хитростей. Мама, я никогда не сделаю ничего плохого Ореноко. Он пытался спасти Каруача. Ты же это знаешь. Ореноко мог погибнуть во время взрыва. Но он рисковал своей жизнью. Обвинение было направлено не из моего офиса. Мне даже не позволили вмешаться. Только сейчас я узнал, что во всем обвинили Ореноко. Мне остается только умереть. Мои дети зашли в тупик. Они не понимают друг друга. Мама. Мама. Я сделаю все возможное, чтобы помочь Ореноко. А потом отнять женщину, которую он любит? В том, что произойдет потом, мы разберемся вместе с Ореноко. У тебя блестящее будущее. Найди достойную себя, женщину. Ловизна не твоего полиягода. Я сам сделаю выбор. Ради всего святого. Отдались от этой женщины. Не пускай ее в свой мир. Не вступай в конфликт со своим братом. Эта женщина – ваше проклятие. Я поссорилась с Ореноко, когда пришла работать в литейный цех. Ореноко всего лишь хотел защитить меня. Так же, как пытался спасти жизнь Каруача, моего крестного. Его обвинили в этой смерти. В саботаже. Вранье, все это вранье. Ореноко не убивал старика. Мы все должны выступить на защиту Ореноко. Друзья, мы должны быть сплочены сейчас, как никогда. Мы должны вытащить его из тюрьмы. Ореноко уже перевели из участка. Перевели в тюрьму. Боже мой. Мы не должны допустить такую несправедливость. Ореноко честный человек. Пусть отвечает истинный виновник аварии. Правильно. Подпишитесь здесь. Пока сюда не придет еще один представитель комбината, я не буду подписывать эти обвинения. Достаточно вашей подписи, инженер. Я не могу. Мы проверили обвинения. Все готово, как мы и договаривались на заводе. Тогда я буду ждать Элоэ Кардоса. Он вел расследование и составил обвинение против Оренока. Если вы не подпишите этот документ, то перевод арестованного в тюрьму будет считаться незаконным. Мне бы не хотелось быть замешанной в этом деле, чтобы моя подпись стояла под обвинением. Наконец-то ты приехал, Аллой. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты уже подписала? Я не решаюсь. Я уже не уверена, что хочу довести это дело до конца. Я не подпишу эти обвинения. Идите в участок крестной, я присмотрю здесь. Дочка, я должна все приготовить. Ты же одна не справишься. А вы что здесь делаете? Хотите обжечься? Идите отсюда. За пятым столиком просит меню. Боже мой. Соледаты, иди к ним и скажи, что осталось лишь дежурное блюдо. Суп, второй и десерт. Я пойду. Нет, Хуан Перинчо, ты их только напугаешь. Крестная, в этой стране справедливость не существует. Его увезли. А Риноко Крестная перевели в тюрьму, как преступника. Но как это возможно, если его только что задержали? С помощью денег все можно. Ведь тиск был подан главным управляющим завода. И это только начало. Вы меня пугаете, Крестная, своими предчувствиями. А Лавизна, почему она не с вами? Когда мы были в участке, ее там не было. Послушайте, мне кажется, она на комбинате требует освобождения Ринока. Хорошо, Конкорде, ты останешься помогать на кухне, а мы с Бабилонией пойдем искать Лавизну. Она должна быть в отчаянии, и я не хочу, чтобы она столкнулась с королем. Лавизна, почему она не с вами? Хорошо, Конкорде, я не хочу. Хорошо, Конкорде. Хорошо, Конкорде. Хорошо, Конкорде. Лавизна, почему она не с вами? Вот твоя камера. Добро пожаловать. А Ринока могут убить в тюрьме. Я не хочу нести за это ответственность. Мы уже замешаны в этом деле. И пути назад нет, демон. Ринока человек уважаемый. Рабочие встанут на его защиту. Что-то мне подсказывает, что мы не должны настаивать на обвинение. А что такая внезапная перемена? Я не хочу брать на себя ответственность за жизнь Ринока. Я не верю в твои грузения совести. Я просто не уверена, что мы нашли правильный выход, обвинив Ринока. Но это странно. Смерть Кировачи Дель Рио тебя оставила равнодушной. Скажи мне правду. Возможно, существует другое решение этой проблемы. Подумай, Элой. То, что тебе предложил Хисус. Ты с ним обо всем договорилась. Вы выйдете сухими из воды и все свалите на меня. Вы хотите уничтожить меня в глазах Дона Пео. Это не так, я тебе клянусь. Ты не знаешь, с кем мы связались. Подписывай, Диаманта, и будь со мной до конца. Иначе именно ты станешь жертвой в этой истории. Коса Мигель лучший адвокат из тех, кого я знаю. Попросите его прилететь. Мне нужно поконсультироваться с ним. У тебя была довезна. Дон Пео, где она? Я надеялся застать ее здесь. Ее трудно убедить, Дон Пео. Она вернулась на рабочее место. Простая работница не должна влиять на твой авторитет. Нет, Дон Пео, если вы заставите меня нажать на нее, она уволится, и тогда мы ее потеряем. Ну да. Пожалуй, не стоит противостоять ее решимости. Попробуем подойти к ней. Но с другой стороны. Именно это я и пытаюсь сделать. Ухаживай за ней, как за принцессой. Пусть она почувствует, как много значит для тебя. Сломи ее дух и контролируй ее мысли, ее решения. Я знаю, как завоевать женщину Дон Пео. Знаю ее слабые стороны. Я уже знаю, как сблизиться с ловизной. Очень скоро она станет частью моей жизни. Арино, я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе. Дочка, я уже знаю, что случилось. Мы были вместе, когда за ним пришли, мама. Аринока не может доказать свою невиновность. На его стороне правда. Его поддерживают товарищи. Еще у него есть ты, моя любовь. Мы были так счастливы. И все вдруг обернулось против нас. Как будто сама жизнь решила разлучить нас. Не думай так. Вы с Аринокой любите друг друга. И ничто не может помешать настоящей любви, дочка. Мать Аринока ненавидит меня. Ньевис? Да. Она считает, что я приношу несчастье. Она просила меня оставить Аринока. Она меня оскорбила, ударила при всех, мама. Как это могло случиться? Ньевис, женщина справедливая, она моя подруга, я не понимаю. Единственное, что я попыталась сделать, это помочь Аринока. Я люблю его, мама. Она все не так истолковала. Она считает, что я способна на любую низость, даже на предательство. Она страдает из-за того, что ее сын в тюрьме, но это не дает ей права оскорблять тебя. Аринока ее обожает, мама. И единственное, чего я хочу, это заслужить ее доверие, ее любовь. И ты их заслужишь. Я никому не позволю унижать тебя. Ниевис придется выслушать меня. Ты видела ловизну, мама? Не спрашивай меня о ней. Я волнуюсь за тебя, дорогой. Я видела Карани. Карани не существует, мама. Ты отправил ее в Каракас, он оттуда не вернулся. Вернулся другой человек. Я видела с ним. Он был на комбинате, озабоченный судьбой своего брата. Какого брата? У меня есть только таиловизна. Не верь ей, жизнь моя. Она принесет тебе одни страдания. Она придает мне силы, мама. Я верю в ее любовь. Тогда ты должен верить и своему брату. Вы были неразлучны. Из-за него я здесь. Ведь это он обвинил меня. Нет, он не поклялся, что не имеет к этому никакого отношения. Он поможет тебе выйти отсюда. Я не виновен, мама. Моя защита – это правда. Справедливость не правит миром Оренока. Ты страдаешь, мама. Мне тоже больно видеть, как Иисус готов переступить через тебя, чтобы покончить со мной. Он хочет убрать меня со своей дороги. И это правда, падре. Моя дочь сбилась с истинного пути. Ты не изменился, Гуальберто Симон, с тех пор, как был в церкви с Лужкой. Ты всегда спешил с выводами. Клянусь, я ничего не придумал. Все так и было. Сарвахи, как уличная девка, пошла с этим гринго в отель. Я во всем виноват, падре. Пусть монахи не сделают все, что полагается. И когда настоятельница мне доложит о результатах, ты сможешь осудить свою дочь. Вы верите, что религия вернет ей порядочность, падре? Всегда есть возможность исправиться, Гуаси Пати. Увидеть свет в конце тоннеля. Мандра, мой отец ошибается. Я действительно не сделал ничего плохого. Все это ошибка. Выслушайте меня. Я говорю вам правду. Почему здесь так темно? Я вам клянусь, я клянусь, Пресвятой Богородице, что я такая же невинная, как любая из вас. Послушайте, гринго хотел изнасиловать меня, но я ему не позволила. Послушайте, эти неприличные фотографии он сделал вопреки моему желанию. Здесь что, запрещено разговаривать? Что это за наказание? Где я? Зачем вы хотите положить меня на койку? Я не хочу, не хочу. На помощь. Нет, пожалуйста. Что вы со мной хотите сделать? Нет. Нет. Отпустите меня. Отпустите. Нет. 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 Пустите. Позвольте войти, я хотела бы поговорить с Ринокко Фуэго. Пожалуйста, мы в отчаянии. Пожалуйста, подождите. Мама, там Евис. Так ты давай поговорим с ней? Нет, маму, пожалуйста. Пусть все остается как есть. Нет, пусть она мне все объяснит. Она не должна была так поступать с тобой. Спасибо. Как дела, Муронто? Здесь и моя дочь, Невис? К Ринокко больше никого не пускают. Почему ты настроена против нее? Моя дочь не заслужила ни оскорблений, ни побоев, Невис. Она приносит только несчастье. Они любят друг друга, а любовь не может приносить зла. Мам, пожалуйста. Синьор, вы можете пройти. Иди, доченька. Я должна поговорить с Невис. Мы правильно сделали, что пришли сюда, как ты думаешь? Конечно. Надо подготовить почву. Шеф должен знать, что мы его не боимся. Вы ошиблись этажом, отдел кадров ниже. Ты видишь? Нас даже не примут. Пожалуйста, передайте синьору Ферреру, что мы ждем его. Инженер без записи не принимает. Запишите нас. У нас важное дело. А вот и он, у Сарата. Я же говорил, истинная правда. Приди в себя. Синьор инженер, я и мой товарищ Луис пришли, чтобы выразить протест против ареста нашего товарища Ореноко Фуэго. Извините, я не могу вас принять. А когда у вас будет время? Когда Ореноко вынесут приговор? Нас беспокоит создавшееся положение. Поэтому мы пришли сюда, чтобы все выяснить. Вы же знаете, наш товарищ не виноват. Что это все махинация, в которую его втянули. Предприятие принимает необходимые меры. Мера должен был предпринять ты, когда Ореноко сказал тебе, что печь неисправна. Да, Лансароте. Лесбея, проводи этих сеньоров. Не уходите, выслушайте нас. Заявите в полиции, что Ореноко невиновен. Что он предупреждал вас о неисправности. Что это вы приказали Каруачи возвратиться на рабочее место. Не прячьтесь за чужую спину, инженер. Со всеми этими проблемами я не успела рассказать крестной, что произошло с Сальвахи. На меня нашло какое-то затмение. Я не понимаю, почему ты не осталась крестной и лавизной. Потому что она захотела, чтобы я вернулась сюда, чтобы солидат не оставалась одна. Все заняты судьбой Ореноко. Никто, никто не беспокоится о Сальвахи. А что случилось с Сальвахи? Это как-то связано с угрозами, о которых ты не захотела мне рассказать? С этим гринго? Что это за угроза, Бабелони? Единственная угроза, это Гуасипати, сестренка. Он увез ее неизвестно куда. И все по твоей вине, Конкорде. Исключительно по твоей вине. Я не заявила об этом, когда надо было это сделать. Ты не сможешь заявить на Гуасипати. Он же ее отец. За пятым столиком просят счет. Это слишком просто. За пятым столиком просят счет. Чертова пугала. Оставь моего брата в покое. Давайте не будем ругаться. Мы все нервничаем. Происходят такие страшные события. Подруга. Послушай, Хуан Перенча, отнеси им счет. Но будь внимательней со сдачей, братишка. Хорошо. Не ругайтесь. Ведь вы опора моей крестной. Опора ловизни, которой вы так нужны. А я... Я должна уйти отсюда. Ты что, сестренка, не говори так. Ты ведь нам как сестра. Я не такая, как вы. Я бросаю тень на этот дом. С тех пор, как моя крестная тебя благословила, ты начала новую жизнь, Солидат. Не мучай себя больше. Начни все сначала с чистым сердцем, с высоко поднятой головой. Ты одна из нас. Ты дочь Моруанты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok